В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте. Вместе со всей командой информационной службы мы готовы подвести итоги дня. СБУ блокировала хакерскую группировку, участники которой снимали деньги со счетов госучреждений. Трое жителей Одесской и Днепропетровской областей под видом тестирования программного обеспечения заставляли чиновников раскрывать им данные для доступа к технике и счетам в платежных системах. Похищенные средства переводили на счета подставных лиц. Как сообщают в СБУ, эти самые хакеры причастны к хищению 200 тысяч гривен у запорожского филиала Укрпочты в октябре прошлого года. Похвастался на застолье боеприпасами и перепугал соседей. В Балтском районе Одесской области полицейские изъяли у 31-летнего местного жителя две гранаты F1 и РГО. Именно с ними он пришел в гости к односельчанину и заявил, что нашел боеприпасы на свалке. Хозяин об увиденном сообщил правоохранителям. По факту незаконного обращения с оружием уже начали уголовное производство. Напомню, утром 7 января трое мужчин пострадали. В результате взрыва гранаты в общежитии в Одессе злоумышленник бросил боеприпас на кухню, где его соседи отмечали сочельник. Так он решил закончить конфликт, возникший между ними во время застолья. Атаковал слезоточивым газом и отобрал мобильный телефон. Правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении на Одессе. Та 38-летний мужчина вечером возвращался из магазина домой. Однако у подъезда ему брызнули в лицо слезоточивым веществом и ограбили. На крики отреагировали соседи и вызвали скорую пострадавшего. Госпитализировали с химическим ожогом глаз. О происшествии в 102 сообщили врачи. Мобильный телефон у задержанного изъяли и вернули владельцу. По Софиевской уже можно проехать. Правда, только до Ольгиевской. Там заменили асфальт, инженерные сети и трамвайные пути. Теперь идет ремонт спуска Маринеско, где движение уже перекрыли. Когда уже можно будет проехать на Апересе по прямой, смотрите в сюжете. Капремонт в Софиевской почти завершили. Для транспорта уже открыли проезд по улице. Тут заменили трамвайные рельсы, дорожное полотно и инженерные сети. Нет еще остановочных комплексов. Точнее, есть только каркасы без скамейки стекла. Ремонтировали Софиевскую 9 месяцев. С марта прошлого года здесь перекрыли движение транспорта от Преображенской до Ольгиевской. Планировали полностью закончить до начала декабря. Какой-то маленький несчастный два квартала делали долго. Раскопали один квартал, потом сразу второй. Зачем? Сделайте тот. Потом люди мучились, мы ходили непонятно по этой грязи, перепортили кучу обуви. Дети ходили по колено в воде и в грязи. Зачем? Ну можно же как-то делать иначе. Я просил лично, сам платил рабочим, чтобы хотя бы какие-то доски кидали. Ремонт затянули из-за непредвиденных обстоятельств, комментируют в мэрии. На цьому вузлу Софіївська в угол Ольгиевської ми столкнулися з тим, що декілька инженерних мереж, це і електрокабелі, і телекомагаційні системи, вони були не на відповідної відмітки. І нам довелося дуже масу зусиль прикласти для того, щоб їх перенести на відповідні відмітки. Це по-перше. По-друге, якщо ви помните, і в листопаді, і в грудні були достатньо різні впади. Тепер для проїзду перекрили спуск Маринеско. Там должны соединить трамвайные пути двух улиц, восстановити дорожные покрытия і тротуары. Якщо позволить погода, робота закінчит через 4-5 недель. После начнут готовиться к запуску трамвайной линии Север-Юг. Екатерина Банкова, Алексей Филиппов, 7 канал. Затонувший у Одесского побережья танкер «Делфи» пока остаётся на месте. С таким заявлением выступил председатель облгосадминистрації Максим Куцей. По словам главы области, никакой угрозы для Одесского побережья судно не несёт. Когда смогут завершить все процедуры, убрать танкер с пляжа «Дельфин» ещё неизвестно. Украинских политзаключённых в нашей стране будут вспоминать уже в это воскресенье, 12 января. Памятную дату ввели по инициативе политического деятеля Вячеслава Черновола ещё в 1975 году. Новый смысл этот день получил в 1989-м. Тогда диссидент Евгений Сверестёк организовал вечера рождественских Васильев. Он тогда, в 1989 году, как раз вернулся из увязнения. И тогда спільнота надзвичайно глибоко переживала смерть Василя Стоса. И именно через это, вспоминавши, что Василь Стос родился на передодней Різдва, вспоминавши, что 8 сечня родился Василь Симоненко, также в эти дни народился Василь Элан Блакетный и Василь Чумак, прекрасные украинские поэты, которые пополнили когорту расстрелянного отрочения. Поэтому Евгений Александрович запропонувал такую идею, делать творческие встречи. Традиционно вечера рождественских Васильев проходят в столице. По словам организаторов, любая община в Украине может провести подобные мероприятия в памяти о диссидентстве. Это не заважает просто сделать что-то подобное в регионах, что-то подобное в Одессе сделать и так же вспомнить ваших диссидентов, вспомнить ваших нынешних защитников Украины, которых в Одессе очень много, вспомнить украинскую историю, которая в Одессе надзвичайно интересна и не только обмеживает Певденной полимерой и вспомнить о потемкинских деревьях. Вечера торжественских рождественских Васильев напоминание не только о бурных событиях 60-х, когда в течение нескольких дней арестовали целую плеяду известных представителей национально-демократического движения. Также вспоминают современных украинских политзаключенных Кремля. Рождественские праздники не завершены. Они продлятся до 19 января. Впереди еще Старый Новый год или, как его называют в народе, Василий Вечер. Кульминацией торжеств станет Крещение. Традиционно во время новогодних праздников исполняют калятки. Украинские артисты накануне продемонстрировали публике, как можно поэкспериментировать с народной музыкой. Детали в следующем сюжете. Рождественские праздники должны объединять всех украинцев, независимо от того, придерживаются ли они христианских традиций. Именно под таким лозунгом 8 января в Национальном доме органа и камерной музыки Украины состоялся концерт, в котором приняли участие известные исполнители. Артисты выступили с калятками в авторских аранжировках композитора Евгения Петрищенко в сопровождении симфонического оркестра. Наша территория Різдва яскрава, уникальна. Під кожного артиста написана спеціальна партитура. Ми выбирали спільно з артистами калятки. Тут немає випадкових людей. Тобто задіяні всі найкращі сили. Диригує Богдан Пліш, диригент Національної опери України. Грає чудовий ансамбль камерной музыки имени Бориса Лятишинського. Артисты утверждають, що готові і в будущем участвувати в таких концертах. Я думаю, що цю чудово-прекрасну традицію треба розвивати і надавати їй саме ось такого окрасу, ось такого ракурсу підкреслення, я б сказав, і ввести, показувати всім світу. Тому що це прекрасно. В Одесі, Херсоні, Миколаїві, на сході, на півдні, тобто всюди, де можливо. Такі речі треба робити однозначно, особливо на світах. Щоб люди бачили, знайомилися, тому що це дуже надихає, це дуже об'єднує і сім'ї, і взагалі людей. Більше всього поражає музикантів можливість совмєстного исполнення з оркестром. Говорять, це повернення к істокам. Ми люди, які виросли на естрадному співі, на поп-музиці, на рок-музиці, на репі, на всьому тому сучасному, просто поринати в цю музику, відчувати її, а ще й співати під оркестр, це невимовний, неймовірний кайф. В планах организаторов провести подобные мероприятия і в других городах України, в частности, в Одесі. Але на це нужны значительные средства. Кстати, следующий концерт «Территорії Рождества» состоится 13 января в том же Київськом костелі Святого Николая. Татьяна Фомина, Богдан Красавцев, Андрей Ярковой, Седьмой канал. Вертеп ради жизни. Воспитанники Одесского центра творчества «Эврика» коледують для сбора денег на лечение 19-летней Натальи Христич. Девушка борется с острой лейкемией, проходит в Турции курси химиотерапії. Они будут стоить почти 40 тысяч долларов, чтобы помочь Наталье. Юные таланты наведались к работникам обновленного сервисного центра МВД. Долго готовились, учили песни, слова. Долго, но старания не подвели. Мы готовим такой замечательный вертеп. Мы его пишем сами, мы его не берем из интернета. Он такой наш, одесский вертеп. Отмечу подобные благотворительные праздники. Дети устраивают для коллектива в госучреждении уже пятый год подряд. Госчиновникам в гости. Юные жители всех районов Одесской области увидели, как и где работают депутаты облсовета. Затем собрались на приеме у председателя ОГА Максима Куцева. О чем спрашивали и какие предложения выдвигали представители новосозданного детского совета, знают мои коллеги. Как работает облгосадминистрация? По какому принципу и как голосуют депутаты? Что бывает с теми, кто прогуливает заседания? Вот с таких вопросов начали знакомство с депутатами облсовета дети. Будущие реформаторы представляют все 26 районов Одесской области. И хорошо знают, какие проблемы нужно решить как можно быстрее. Сегодня каждый из ребят мог почувствовать себя настоящим депутатом. Следующий этап – знакомство с Максимом Куцым. Как вы себя видите в нашей области? Кем бы вы хотели стать? Как вас всех зовут, во-первых? Какие у вас, может, у вас есть какие-то суперспособности, суперсилы? Я могу поделиться своей суперспособностью, которая будет вам интересна. Но я очень хорошо и очень классно могу летать, прыгая с воды, летать в воздухе на досточке. Эта суперсила называется вейкбординг. Насчет суперсилы, не знаю. Родители считают, что я человек-нервотрёх. Я не уверена, правда, это или нет, однако среди всего класса я читал больше всех. Можно, наверное, так. Это суперсила однозначно, да. Подростки уже готовы решать взрослые вопросы и даже знают, с чего начать. Например, как сделать города удобными для людей с ограниченными возможностями? Как в достаточной мере обеспечить бюджетными средствами сферы образования и культуры? И благодаря чему можно избежать экологической катастрофы? Это очень важные эконапрямки. То есть переформовать субботники, одноразовые, такие акции, которые проводятся в промышленном порядке, как у меня в селе. И их спрямовать на то, чтобы эти движения были более официальными и организованными. И я надеюсь, что вот все идеи, которые были предложены в этом кабинете, они будут по мере возможностей исполняться. Почувствовать первые изменения после встречи со взрослыми госчиновниками дети надеются в ближайшее время. Ведь их города давно требуют внимания. Мне конференция очень понравилась. Я все-таки планую, что в будущем она будет какого-то счастливее проходить. И до нашего решения все-таки будут дослушовываться и выполнять. Ну, я в захвате. Мне понравилось. Детский совет при Одесской ОГА уже готов действовать. Его представители говорят, главное, чтобы их услышали. Ксения Самборская, Мишель Арманд, Валентин Мирза, Седьмой канал. Это наш город и ваш седьмой канал. Непременно увидимся.